Привет! Сегодня ролик с намеком. И это будет ролик про козырь-колесница. Как триумф славы, триумф победы. Это главный принцип этого козыря. Итак, колесница. Это динамичный символ власти. Широко используемый для иллюстрации могущества и быстроты передвижения богов, героев. Для аллегорических фигур. И триумфальный характер символизма колесницы, вероятно, в большей степени связан с такой потрясающей воображением мощью боевых колесниц, которые народы Центральной Азии использовали при нашествиях на Запад. Примерно с 2-го тысячелетия до н.э. Скорее всего, оттуда ноги растут. Кстати, индуистские мистики считали колесницу символом человеческой сущности. Возничий, т.е. сознание, используя ввозже, т.е. силу воли и разум, управляет лошадьми, т.е. жизненными силами, везущими повозку, т.е. тело. Такая интересная концепция. А как моральная аллегория, колесница в настоящее время является символом триумфального восхождения духа. И вот во многих традициях по всему свету этот символ колесница занимает одно из главных мест. В мифологии, конечно же, в первую очередь. Например, многие божества из греко-римской мифологии передвигаются по небу в колесницах. Колесницу Афродиты Венеры влекут голуби, колесницу Аполлона белые кони, колесницу бога войны Ароса, Марса, волки или кони также. Кибела правит колесницей, запряженные львами. Тритоны, трубя в раковины, тянут колесницу бога морей Посейдона, Нептуна. Черные лошади кони везут колесницу Плутона, Аида. В общем, много разных вариантов. И в индуизме также, да. Например, боги-близнецы Ашвины правят трехколесной повозкой. Индра ездит в золотой колеснице. Шиво управляет колесницей, запряженной лунными газелями или антилопами. И у скандинавов, и тевтонов, например, колесница Тора запряжена солярными оленями или баранами-козлами. А колесница богини Фреи – котами. В общем, много всего. Но торошная колесница, конкретно торошная, это в первую очередь, конечно же, триумф славы. И, кстати, очень качественно на эту тему размышлял Петрарко. В стихах, конечно же. И считается, что триумфы Петрарки повлияли на некоторые образы на козырях Торо. А некоторые историки Торо считают, что вообще на всю эту концепцию. Но это очень спорный вопрос. Однако, практически со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что на колесницу во многом повлиял именно триумф славы Петрарки, где описывается шествие знаменитых людей древности – королей, поэтов, философов, кондотьеров и так далее. То есть, триумфы – это официальное отчествование, устраивавшееся римским сенатом полководцу-победителю, принявшее форму величественного шествия по улицам Рима, в котором победитель, победитель, повторюсь, ехал на богато украшенной колеснице, запряженной лошадьми белой масти. И вот уже ренессансная Италия, с ее любовью к публичным представлениям, которая долго проявлялась в традиционных религиозных процессиях, возродила триумф как в честь итальянских государей и военачальников, так и в честь богов и героев – знаменитых поэтов языческой античности, свободных искусств и так далее. В общем, такая очень красивая традиция триумфов. Вот обязанный своим призванием тому, что был он в жизни быстроног, в войне привержен всем существованием, шел воин, милосердный вслед за ним, возвышенным, блистая, дарованием. Там был волумний, тот, кого мы чтим, осилил он добром не без усилий, того, кто злобный был неукротим. Шагали следом коз, филон, рутилий, от них светлейших как бы в стороне, израненные трое проходили, три пламенника стойких на войне. Детант, Марсергий, Благородный Сцева, ну и так далее. Это отрывок из Петрарки, из Триумфа Славы. И вот именно у Петрарки в цикле и шести поэм, да, Триумфы, каждая следующая фигура торжествует над предыдущей. Первой приходит любовь, за ней милосердие, потом смерть, потом слава, потом следует время и заканчивает эту процессию Триумф Вечности. И вот иллюстрации к циклу Петрарки, которые стали появляться где-то с 15 века, если я не ошибаюсь, они выросли в такую чрезвычайно популярную в Ранессансной и барочной живописи тему Триумфальной колесницы с аллегорической или мифологической фигурой, виседающей в колеснице. То есть это была аллегория Славы, да, колесницы. Очень часто Слава предстает женской фигурой. Она обычно крылата и друбит в трубу, а колесницу везут слоны, чаще всего, или лошади, или львы. То есть таких изображений довольно много. Иногда у женской фигуры, символизирующей Славу, в правой руке меч, это символ греховной власти, а в левой маленькая фигурка Купидона, бога любви. Слава может стоять на глобусе с крылатыми трубами или сидеть на троне. В руке у нее также может быть скипетр или оливковая ветвь. А вот труба, она означает всеобщее провозглашение, распространяемое в пределах всего человечества. А оливковая ветвь показывает доброту Славы и искренность человека, известного своими прославленными делами. А вот белые крылья свидетельствуют о чистоте и скорости распространения хорошей Славы по миру. Скипетр является символом власти, верховной власти. И вот в этой процессии Славы, триумфа Славы, могут также присутствовать короли, государственные мужи или античные поэты-историки, которых Слава почтила. И, как правило, уровнем ниже ее сопровождает фигура смерти, над которой Слава восторжествовала. К этой теме обращались очень многие художники. Слава высоко ценилась всегда, начиная с глубокой первобытности, когда прославлялись великие охотники, воины, сказители, колдуны. В античности и средние века за Славу соревновались ученые и поэты, полководцы, короли, схимники и кардиналы, актеры и пророки, рыцари и их дамы. Даже порой ради Славы люди были готовы на все. Да и сейчас, в принципе, тоже. Разумеется, что люди прошлых эпох, они не были моральнее современных. И очень часто, когда дело касалось выгоды, они поступали по принципу римского императора Веспасиана. То есть, деньги не пахнут. Но поскольку Слава не давала существенных доходов, она в основном ассоциировалась с реально выдающимися какими-то делами и заслугами. А худой славы, так называемой, то есть, нехорошей известности, люди избегали как заразы. Короче говоря, славу и славных славили в поэзии, в живописи и так далее. И сейчас посмотрим некоторые примеры из колод. Смотри, колоды Висконти Спортса Пирпонт Морган Бергаму и Керри Ель. Изображена женская фигура в колеснице с двумя белоснежными лошадьми. И это прямая отсылка к триумфу славы Петрарки. Вот карта колесницы с колодой Лебер-Роун. Это 16 век. И девизом колесницы является Викторая Премиум. Это награда за победу. Фактически то же самое как празднование римского триумфа было наградой за великую военную победу. А вот колесница из колоды Таро от Кетлин Жифруа. Это тоже 16 век. Леон Франция. Интересно и вот эта колесница. Это карта из неизвестной колоды. Скорее всего из Феррары. И датируется примерно середины 15 века. Двое молодых людей едут на лошадях запряженных в колесницу. На ней восседает леди держащая меч в левой руке и скипетр в правой. Ее сопровождают четыре девушки. Это приближенные наверное. То есть опять же да? Чистая аллегория славы. А вот колесница из феррарской колоды 15 века произведенной либо для семейства ДСТ либо для Александра Сфорца. Часто триумфатором на этом козыре предстает мужская фигура. Это обозначено еще в ранних колодах. Например, Таро Карла Шестого это и ранние колоды Минкятте. И все это уже закрепилось в более поздних паттернах Марсельском Бизонсонском и так далее. И вот на этом козыре Старо Карла Шестого триумфатор выглядит более чем воинственно. В одной руке он держит меч в другой у него секира алибарда. То есть явно возвращается с войны с победой. А вот колесница с гравюрой якобы Беллини 15 век и традиционная Таро колесница. Все на месте. Герб спереди, прямоугольный крытый корпус колесницы, лошади, колеса. В общем-то это логичный перенос на карты Таро символического героя такого, который всегда был связан с мужским архетипом и даже вполне себе реальной фигурой. И во многом повторюсь, это связано с войнами, воинской доблестью и как следствие славой, потому что война всегда дает больше шансов совершить подвиг. Правильно? Потому что военные действия однозначно требуют результата. При этом часто не важно, кто именно его достигнет. Главное, чтобы он был. Поэтому война больше позволяет выдвинуться по заслугам, чем обычная жизнь. И в целом такая нестабильная ситуация нуждается в неординарных людях. А это все возможности для получения славы. Правильно? И чем крепче порядок, чем больше порядка и стабильности, тем сложнее и дольше продвигаться вверх к славе, тем труднее привлечь к себе внимание тех, кто способен обеспечить славу. Вот для римских полководцев наивысшей наградой являлся триумф. Это вот эта торжественная процессия в честь выдающейся победы, посвящаемая богам римского государства. То есть получить триумф было заветной мечтой каждого римского военачальника. Военачальника в первую очередь. То есть Клесница, козырь, по сути, она связана с войной. Но если конкретизировать, с победой на войне. Триумфатор возвращается с победой. Вот смотри, этот гобелен представляет триумф Марса и был сделан в начале 18 века в престижной мастерской Ленье автор Ян ван Орли. И похоже, что он был вдохновлен знаменитым триумфом Александра Великого. То есть сцена, изображенная здесь, показывает бога войны на колеснице, который движется благодаря двум львам и все это в сопровождении великолепной процессии. Шикарно, шикарно. И вот еще один триумф Марса. Это Антуан Корон, 1570 год, невероятной красоты картина. А вот триумф Марса Ароса из моей мифологической колоды Торой. Это изображение с керамики 4 или 5 век до нашей эры. Чисто Торошная колесница вот здесь. Это триумф Марса Арса, бога войны. На некоторых картах колесницы триумфатор предстает в крылатом шлеме. Вот сейчас ты видишь варианты. Эти крылатые шлемы могут иметь отношение к Меркурию. Например, у Чезары Рипа в его иконографии в пояснении к славе упоминается именно Меркурий. И соответственно изображен он же. Вот например в анонимном Парижском Торо это приблизительно первая половина 16 века на карте колесницы изображен триумфатор в колеснице запряженной лебедями. И лебеди здесь не просто так, потому что солнцебог Аполлон нередко изображался летящим на колеснице запряженной лебедями или на триподе с лебедиными крыльями. Да и лебедь птица благородная а связь солнечного бога Аполлона со славой точно солнечная да она по сути она очевидна. В общем такой ролик с намеком. Еще раз нет войне и пускай триумфальная колесница сообщает нам не о военных победах а о победах триумфах во всех сферах но уже мирной жизни. нет войне. Пока пока.